На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 16 этнокультурных объединений, которые активно ведут свою работу. Только за последние 6 месяцев с участием более 3000 человек было проведено порядка 100 мероприятий, включая тематические встречи, концерты, круглые столы, акции как в онлайн, так и в оффлайн формате. Были проведены традиционные мероприятия, народные, национальные, которые проходят из года в год. Это Рождество у украинцев, это Соль-Наль, Новый год по восточному календарю, это мероприятие ко Всемирному дню татарской кухни, это болгарская мартиница, это народное гуляние масленицы. Этнокультурным объединением Болгар в рамках развития казахстанского патриотизма было проведено тематическое мероприятие, приуроченное к 90-летию Мукахали Макатаева. Творческими коллективами «Русская песня», «Сударушки», было проведено литературно-музыкальное мероприятие, посвященное 175-летию Жамбала Жабаева. В начале года по инициативе президента страны Касымжумар Татукаева в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». Этнокультурные объединения Актюбинской области также не остались в стороне и приняли в нем активное участие. Так, ими была оказана социальная помощь многодетным семьям, пенсионерам, труженикам тыла, ветеранам войны на общую сумму более 4 миллионов тенге. 1 мая этнокультурные объединения области приняли в эко-акции «Киэле Таберат». В парке первого президента были высажены саженцы деревьев различных пород. Надо отметить, что эти саженцы остались, ну, как бывает у нас часто, посадили и забыли. Нет. Этнокультурными объединениями сформирован график полива. То есть каждое этнокультурное объединение в свой день, в свою неделю поливает эти деревья. И вот даже, ну, у руководства Кохам-де-Келесым есть такая идея, возможно, если это будет, конечно, возможным, сделать там, как, ну, сквер дружбы такой. Председатель одного из этнокультурных объединений выражает признательность и уважение казахскому народу, который приютил на своей земле представителей чеченского этноса во времена политических репрессий. Земля наша, это вот эта казахская земля, для нас святая земля. Мой дед мне сказал, никогда не смей плевать на эту землю. Лучше в платок, платок можно постирать, а землю не постираешь. Это земля, которая спасла наш народ. Вот это мы передаем и своим детям. Мы создали новую семью. Вот именно мы. Я, как председатель, поехал, мои замы. Парень живет, работает в Москве, чеченец. А женится на казахске, она живет в Кинькияке. Вот представляете, вот какая география-то. Москва, Кинькияк. Вот мы поехали, как говорится, поженили их, создали новую семью. Это тоже вот акция, это жесть дружбы, это жесть уважения. Это вот, я думаю, что стираются эти грани. В настоящее время представители всех этнокультурных объединений вносят посильный вклад в процветание нашего молодого и суверенного государства, передавая молодежи свой опыт и знания. Главная цель – формирование национального единства и развитие казахстанского патриотизма.